Телеканал КРТ представляет Суммарно более половины голосов Поставив вопрос ребром Так кто тут маргинал? Тест на политический педикулез Не прошло местное отделение Христианско-демократического союза Сначала фракция ХДС В Тюринском Лантаге Действуя по принципу Кто угодно, лишь бы не коммуняки Поддержала лидера Самой маленькой фракции Свободного демократа Томаса Кеммериха Который на сутки стал премьером Однако победа Кеммериха Была достигнута благодаря голосам Не только ХДС, но и альтернативы Для Германии Что вызвало тяжелый приступ антифашизма У Ангелы Меркель Закончившись отставкой не только Кеммериха С должности премьер-министра в Тюрингии Но и Аннегрет Крамп-Каренбауэр С поста главы Христианско-демократического союза Во втором цикле выборов Главы исполнительной власти Тюрингии Фракция ХДС в Лантаге Действовала по принципу Кто угодно, лишь бы не фашисты В результате Бода Ромелов Повторно стал премьером в третьем туре выборов Благодаря воздержавшимся депутатам От ХДС Ему хватило относительного Большинства голосов А левые социал-демократы и зеленые Создали в Тюрингии правительство меньшинства Ангела Меркель попыталась было Изобразить приступ антикоммунизма Но у бывшего комсомольского вожака Это получилось как-то веловато и неискренне Ну а более подробно о политической ситуации в Германии Мы поговорим с медиа-экспертом Владимиром Лариным Добрый вечер, Владимир Добрый вечер Ну, кроме выборов в Тюрингии Которые вроде получили свое завершение в виде правительства Недавно прошли еще одни знаковые выборы Административные единицы в свободном городе Гамбурге При этом в портовом городе Связанного с торговлей и с миграцией Не прошли главные либералы Это свободно-демократическая партия Или свободные демократы И с трудом преодолел барьер Альтернатива для Германии Казалось бы, эти партии должны выступать успешнее Почему вот в портовом городе Альтернатива для Германии Еле-еле прошла в лантак? Если посмотреть в целом То в Гамбурге было на 7% в этом году Больше явка по сравнению с 2015 годом И, соответственно, более молодой возраст избирателей И если открыто говорят Даже со стороны демократа о том Что их избиратель уходит к зеленым То вполне может быть, что И избиратели АДГС Тоже посмотрели в сторону зеленых Да, город портовый Город капиталистический Но в целом ситуация по Германии далеко Не всегда отображает, казалось бы, логичный порядок Хотя для меня это тоже большое удивление И, наверное, многое вызвано все-таки теми скандалами Которые связаны с АДГ Переходя к теме ХДС Это крупнейшая партия Особенности мы говорим про блок ХДС-ХС Но сейчас стоит вопрос Кто заменит Меркель Ну и вполне логично, что Там, скажем, в двойке лидеров Рассматривает Лошета Американские форен-полиси С тревогой пишут, что это там Пророссийский политик Который там Настаивает на том, чтобы Так сказать, смягчать или отменять санкции Правда ли, что он лидер? Потому что, так сказать, вроде бы Как лидером называли по опросам Мерца И другого политики Его американцы сейчас называют главным кандидатом Но при этом они еще добавляют одно главное слово То, с которым мы начали Они добавляют пророссийский Почему это так? Это на самом деле обдуманный стратегический пиар-ход Причем ход на самом деле не новый И уже очень долгое время Когда нужно кому-то утопить своего оппонента Заказываются в прессе специальные материалы И в данном случае мы имеем Как раз, на мой взгляд Вот эту самую джинсу Потому что между срок В этих заголовках можно прочитать Что спасай Германию Против российского агрессора Голосуй за Мерца Поэтому я думаю, если бы на самом деле Все копнули это То след бы от всех этих публикаций Ушел бы куда-нибудь как раз К покровителям Мерца И хорошо, последний вопрос В годовом отчете Компания Юнипер Партнер Газпрома Запланировала Ну, планирует Окончание Северного потока-2 Вообще в целом Что германские СМИ Германские аналитики Говорят о перспективах СП-2 Если почитать 55 миллионов кубометров Которые будут подставляться Собственно по Северному потоку Из них только Около пяти Пойдет на внутренние Нужды Германии Все остальное уходит на экспорт То есть Германия Постепенно превратится Из потребителя В транзитера В транзитера и поставщика Почему это выгодно? Потому что это выгодно тем Что позиция Германии В Евросоюзе в целом Будет более прочной И если до этого Как-то использовали Энергетическое давление на Германию То в принципе От этого Это исключит такую возможность Еще было интересное заявление Тем, что Северный поток Может дать Около там В два раза меньше Вообще того газа Который необходим В связи с этим В одном из портовых городов Собирались строить Специальный терминал Но заявление Интересно в целом Тем, что Есть В целом Курс на Снижение потребления И на повышение Энергоэффективности Поэтому Чуть-чуть непонятно Так или иначе Для Германии И для Евросоюза Единственным поставщиком Является Газпром Поэтому Хочешь не хочешь А покупать Придется у Газпрома По энергетическим Положению В Европе Во-первых Идет отказ От Ядер От ядерной энергетики От атомной энергетики После Вкусима Пролоббировали В Германии Целый закон Целый проект Идет В том числе Снижение Курса По употреблению Угля Переработки Резко сокращается Угольная генерация Да И В целом В Нидерландах Закрываются тоже Крупнейшие Месторождения Грониген Вот То есть Получается Так или иначе Газ является Единственной Возможностью Для Евросоюза Энергетической И Единственным И единственным Подсовщиком Является Газпром Ну Я Благодарю вас За беседу Германских Политических И можно сказать Таких Энергетических Новостях У нас в гостях Был Медиа Эксперт Владимир Ларин Благодарю вас Спасибо